Друзья, всем привет! Продолжаю комментировать итоги первого тура президентских выборов в Украине и пройдусь по основным кандидатам, потому что я там сначала Смешков вспоминал, вот я поставлю ссылочку, обязательно посмотрите, какую он роль сыграл в этой кампании, очень важную роль для Порошенко, потому что, по сути, порвал, ну не порвал, а откусил очень существенно важные проценты у Гриценко и у Тимошенко, какую роль там Бойко играл. Вот, я это все говорил, но сейчас я хочу сказать по поводу Юлии Владимировны, Зеленского и Порошенко, трех основных кандидатов. Смотрите, какие охеренно интересные были выборы и какие охеренно важные результаты, ведь мы реально в полушаге от того, чтобы, ну может быть в шаге от того, чтобы послать Порошенко в пешее эротическое путешествие. Пройдет Тимошенко во второй тур, сейчас вот данные ЦИКа показывают, она там находится на втором месте и у нее есть, я думаю, шансы пройти на второй тур. Это вообще будет феерично. Не пройдет Юлия Владимировна во второй тур, окажется там Зеленский и Порошенко, и все равно у Порошенко, ну по большому счету нечем будет крыть. Вот давайте просто посчитаем голоса. Смотрите, Зеленский просто со старта взял без инфраструктуры, без ничего взял 30 процентов. Ну, то, что показывает национальный экзитпол, возможно, во время подсчета окажется, что он взял там несколько меньше, пусть он, допустим, возьмет 28 процентов, да, то, что социология перед выборами показывала. Так вот, Зеленский берет практически 30 процентов, и при этом у него практически нет антирейтинга. Ну, и мы просто его не успели намалевать, не успели еще облить градю, мы еще не узнали, значит, какие-то страшные вещи, мы не узнали, что у него там переговоры с российским бизнесом, мы не знали, что он интересуется детьми. Ну, это все, что прохабота и пропаганда будет навязывать, потому что Петр Алексеевич же, он уже заявил, что нужна там мобилизация, патриотичность силы, раздавыты Марианетку Коломойского, там прочее, прочее, прочее. То есть, в принципе, себе даже Янукович такого не позволял. И ни в одном туре, ни в одних президентских выборах, которые были на моей памяти за эти 27 лет, никогда не было такой уничижительной риторики относительно твоих оппонентов. Ведь в конечном итоге мы же не на войне. Выборы для того, чтобы демократическим путем определить победителя на выборах, а не уничтожить его. Но Петр Алексеевич занял конкретно уничижительную позицию, когда он дегуманизирует своих оппонентов. Он их называет такими словами, Марианетка, Пятая Колома, Рука Кремля и так далее. Но походу абсолютно сам нагло и цинично использует инфраструктуру Кремля. Как это вот показало последнее исследование ребят, которые мониторили, на каких каналах кто показывался из кандидатов. Так вот, Порошенко на каналах Медведчука на 112 и на Ньюзване абсолютно преобладал, пиарился там постоянно. И, в общем-то, имел преимущество. Казалось бы, где взаимосвязь? Медведчук, Рука Кремля и Петр Алексеевич. Но язык цифр, он беспощадный. И именно поэтому всегда нужно смотреть на цифры, а не на эмоции и на всякую хренотень. Так вот, я пытаюсь говорить с вами языком цифр. Итак, если мы допускаем, что вот эти данные, которые через экзит-пулы, они будут такие же, как данные Центральной избирательной комиссии, то мы получаем Зеленского с трясадкой, мы получаем Порошенко с 18%, допустим. Хотя мы понимаем, что его потолок там был 16 и через мухлежом, через мухлеж, через сетки и так далее, они там еще что-то натаскивали. Ну херен с ним, пусть у него будет 18%. Итак, во втором туре с какими цифрами он столкнется? Просто садимся и считаем. Математика второго тура. У Порошенко антирейтинг 50%, то есть его просто ненавидит 50% населения, спустя 5 лет после того, как его избрали президентом. Дальше. У него еще 25% к нему относятся, то есть они его не просто не любят. То есть нельзя сказать, что они говорят, Порошенко, ты просто сволочь, как эти первые 50%. Ну скрипят зубами, не любят. Поэтому выбирать они его, ну если будут, то, ну не знаю, это должен быть такой зубовный скрежеп. Короче говоря, вот 50 плюс 25, это те 75% населения, которые считают, что Украина идет в неправильном направлении. Вот. Их все время стабильно, все последние 5 лет 75%. Итак, получается, что получив 18%, на кого может рассчитывать Порошенко? Он может добрать вот из этих 18% еще плюс 7%. Ну, проще говоря. Итого получается 25%. Ну, допустим, он еще пугает там население какими-то катаклизмами, происходит что-то на Востоке, я не знаю, рука Москвы разыгрывается, Чаплин скажет, что Порошенко самый плохой президент, ни в коем случае его не выбирать. И даже Путин скажет, боже, нам так плохо от Порошенко, поэтому Медведчук показывает его на своих каналах. Не, он так не скажет, извините, это я затрынделся. Вот. Он просто скажет, что Порошенко, нам не хотелось бы, чтобы выиграл Порошенко, вот давайте нам Зеленского. И такой пас, как бы, да. Вот. Ну, еще это, это натянет еще Петру Алексеевичу еще там какие-то проценты. Вот. Итого 25% плюс сетки, ну, сетки дадут процента 3%. Ну, если вообще они там напрягутся очень серьезно, ну, фантастически, это 5%. Супер фантастически, ну, я не знаю, как это должно быть, ну, пусть будет 7%, да. Вот. Итого 25% плюс 7% 32%. Дальше. Хотя эти голоса тоже входят в те 7-8%, что отходят к нему после первого тура. Электорат Смешко. Ну, наверное, 50-50 проголосует. Кто-то пойдет за Порошенко, кто-то пойдет за Зеленского, там, или Тимошенко, кто окажется во втором туре. Ну, пусть это, если мы говорим о Зеленском, вот мы говорим конкретно о Зеленском. Итак, половина уйдет из 6% или 5%, 3-2,5% уйдут Зеленскому. Итого Зеленского 30% плюс 2, 32%. Значит, голоса Гриценко кому уйдут? Опять-таки, 50-50, скорее всего. Половина уйдет, патриоты пойдут, так называемые, скажут, да не, это, короче говоря, вдруг действительно рука Москвы, этот Зеленский. Поэтому лучше плохое зло проголосуем за Порошенко. И голосуют. Итого из 7% 3,5% уходит Зеленскому, 3,5% уходит Петру Алексеевичу. Итого у Зеленского 32% или 33% плюс 3,5% уже 36%. Электорат Тимошенко, 14%, те, которые нарисовал национальный экзит-пул, или там 16-20%, которые там будут сейчас показывать в ЦИКе там, да. Ну пусть 14%, вот давайте по минимуму. Пусть Юля взяла 14%. Они пойдут голосовать за Порошенко, да упаси Божия. Они точно не пойдут голосовать за Порошенко. И Юля еще и конкретно, я думаю, этому поможет. Она сказала, что не голосуют за него ни в якому выпадку. Итого, 14% уходит, ну давайте срежем. Пусть не 14, плюс 10. Итого, у Зеленского около 36, плюс 10 уже 46% у него. Идем дальше. Бойко, чей электорат? Ну, ватный электорат на Юго-Востоке. 10% он взял. Будет ли ватный электорат Бойко голосовать за Порошенко? Даже если Бойко выйдет и скажет, ребята, голосуйте за Порошенко. Ну, Порошенко же для них это воплощение зла. И тем более, что они сами поддерживали эту линию. Поэтому электорат Бойко наверняка не уйдет к Порошенко. Но наверняка в большей части уйдет к Зеленскому. Итого, там, из 10%, допустим, пусть 8 или 7, давайте 7. Вот 7%, 5. Вот давайте вообще берем даже 5% уходит к Зеленскому. Итого мы получаем уже за 50% у Зеленского. Мы не упоминаем Вилкула и всех остальных, электорат которых тоже может уйти Зеленскому. Вот. То есть Зеленский при минимальном антирейтинге, при максимальном рейтинге, при высокой узнаваемости, он претендует на то, чтобы получить 2 трети голосов во втором туре. То есть он 60% получает. А Петр Алексеевич со всеми натяжками, сетками и прочей херотенью получает 35. Ну, это по максимуму. 35. Вопрос, как он может победить? Ну, как он может победить? Это хорошая, ну, это реально хорошая новость. Мы вот в чистой игре вообще бы не ставил вопрос, кто будет президентом. Поэтому Порошенко может победить только за счет того, что во втором туре сейчас они будут натягивать эту растяжку, что малоросы угрожают Украине, что это пятая колонна Москвы, там, и тогда это пена, гонять страх, нагонять, опять использовать эти сетки, там, и все остальное. И таким образом раскачивать ситуацию, там, преследовать орг структуры Зеленского на местах, там, в чем-то их обвинять, цеплять бизнесов. Ну, короче говоря, мухлевать то, как они умеют это делать. Но и все равно, даже в этом случае, это будет вызывать ответную реакцию. Потому что ключевое, что произошло с Зеленским на этих выборах, это то, что эти миллионалы, так называемые, это молодежь, они пошли на выборы. Именно поэтому он взял эти 30%. Социологи опасались, что он не дойдет, электорат Зеленского, что треть просто тупо не дойдет, но она пошла. Вот что ключевое. И это обозначает, что в этой стране люди настолько устали от этого всего, извините за выражение, пиздежа, который продолжается 27 лет, что они готовы проголосовать даже за такого, в каких-то моментах неубедительного, кандидата, как Зеленского, просто чтобы показать всей этой старой элите ее место. Вот суть момента. Поэтому не надо упускать, опускать головы, не надо там рыдать, что... Ну, хорошо было бы, если бы Юля и Зеленский прошли во второй тур. Это было бы вообще отлично. Я об этом говорил перед выборами. Но факт заключается в том, что антисистемный кандидат набирает в первом туре с большим отрывом от Петра Алексеевича. С огромным отрывом. Это очень существенно. И поэтому нужно быть идиотом для того, чтобы проиграть такую выгодную ситуацию. То есть, если Зеленский проиграет, то он просто идиот. И он тогда не заслуживает на победу. И не заслуживает на место истории, которую мог бы занять. Поэтому, ну, я не знаю. У меня лично хорошее настроение. Даже я не смотрю, как они там сейчас считают. Вот приеду домой, буду, наверное, смотреть, как они считают, где там идут перитоки и так далее. Кто у кого тырит там эти голоса. Но суть произошедшего сегодня вот именно в этом. Мы в шаге от того, чтобы сказать до свидания Петр Алексеевич. Вот это вот главное. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Комментируйте. Не мотюкайтесь. Не обзывайте там друг друга. Ну, господи, ну почему нельзя относиться по-человечески друг к другу? Я буду банить тех, кто оскорбляет других. Меня оскорбляет. Ну, это ненормально. В конечном итоге, выборы – это возможность выразить свою позицию. И нельзя людей, которые голосуют за Порошенко, за Тимошенко, за Зеленского, за кого угодно, обзывать дебилами только на том основании, что они имеют такой выбор. Они могут заблуждаться, они могут не заблуждаться. Но это их право делать выбор. И это то, что отличает демократическую страну от недемократической, в которой за выбор бьют по голове, преследуют, наказывают. И, как вы думаете, кто этим грешит? И, соответственно, когда мы понимаем, кто этим грешит и кто грязно играет, оттого мы и должны бежать. Вот это вот итоги первого тура. Предварительные. Пока. До новых встреч.